Российская группа под видом ЧВК «Редут» создала теневую армию государственных наемников, тоже расследование СМИ, и при этом данная ЧВК публично позиционирует себя как добровольческое формирование. В то же время расследователи обнаружили документы, которые подтверждают, что связь «Редута» полностью с государственными спецслужбами, и даже те, которых удалось узнать журналистам, они вообще являются работниками ГРУ. То есть теперь российские спецслужбы не просто контролируют ЧВК, а даже сами в них участвуют? Да, так было похоже, что будет сделана ставка именно на ЧВК «Редут», крупнейшая ЧВК, которые подначало связывались с именем Олега Дерипаски, потом с именем Геннадия Тимченко, а сейчас все чаще и чаще упоминают в контексте спецслужб, видимо, по мере разрастания этого ЧВК и накачки его деньгами и государственными, и денег олигархов самых разнообразных. Ну, собственно, именно ЧВК «Редут», например, замещает «Вагнер» в Африке. То, что совершенно понятно, что есть некие деликатные вещи, которые не может делать армия. Ну, например, охранять алмазные или золотые рудники где-нибудь в Центральной Африке. Российская регулярная армия вряд ли может это делать. Или, например, быть личными челохранителями президента «Нумали», например. Естественно, это не может делать российская армия, а ЧВК может. И, естественно, раз это выполняет уж такие деликатные поручения, то обойтись без ГРУ решительно невозможно. Но если мы видим, что уже православные ЧВК, вот это вот ЧВК «Редут», где сотрудники ГРУ участвуют, может ли потом быть так, что армия наемников ГРУ, она пойдет против армии наемников Министерства обороны? Так это уже было с Вагнером, мы это уже видели, но сейчас ЧВК «Редут» очень плотно связан с Министерством обороны, его курирует Юнусбек Невкуров, например, один из замов министра обороны. Но я думаю, что мы увидим еще очень много всего странного на этом свете. Я думаю, что очень близок, очень близок период времени, когда мы с вами увидим на фронтах и подобие Гитлерюгенда, каких-нибудь совсем молодых пионеров, или как они сейчас там называются, может быть, все что угодно. И женский батальон увидим уже, собственно, почти видим уже, близко уже они, волчица, они уже там. Но это пока небольшие группы, я думаю, мы очень много чего нового увидим интересного. И который сейчас, вот из октября 2023 года, нам кажется совершенно неосбываемым. А я думаю, через год мы не будем этому удивляться. Сейчас это все чуть-чуть попритихнет к выборам Путина, но дальше понесется с ускоренным темпом. Еще одна интересная информация, что в РДК, который воюет на стороне Украины, вступили наемники из ЧВК «Вагнер» и из «Шторм-Зет». Об этом рассказал руководитель подразделения Денис Никитин. И по его словам, они уже помогли отвоевать даже часть украинской территории. И добавил Никитин, что считает удачным эксперимент с вербовкой бывших российских наемников. Как вы оцениваете такой эксперимент и почему некоторые бывшие вагнеровцы соглашаются идти воевать в Украину, а не, допустим, в то же Министерство обороны РФ? Вы знаете, здесь, конечно, у меня отношение к этому очень двоякое. Я, конечно, не верю перебежчикам. Никаким перебежчикам, которые могут перебегать много раз туда и сюда. Это все-таки не сдача в плен, это другое. Кстати, сказать, если, например, из пленных вагнеровцев формировать какое-то отделение в Русском добровольческом корпусе, то почему нет? Я, собственно, почему делаю такую разницу между перебежчиками и пленными? Потому что ведь многие, и мы это знаем, заключенные заключают контракт и идут на фронт только для того, чтобы скачать бот «Хочу жить» и сдаться в плен. И мы знаем такие случаи. Погиб, к сожалению, заключенный по фамилии Ковтун, который был приморским партизаном, очень идейным человеком, этническим украинцем. И он, собственно, записался в Вагнер для того, чтобы тут же перейти на сторону Украины. Но он при этой попытке и был убит вагнеровцами. Я думаю, что если такие люди, такие люди, они есть среди вагнеровцев, они могли быть среди вагнеровцев, они могут быть среди вагнеровцев, записываться в Русский добровольческий корпус, то это, я думаю, хорошо совершенно для всех сторон. А если это заключенные, которых мы видели во время мятежа Пригожина, которые говорили, мы сейчас пойдем на Рублевку и будем там всех мочить, потому что им все равно, кого убивать. Аминцев, русских, татар, евреев, палестинцев все равно, лишь бы убивать. Тогда это, конечно, очень опасно, но я очень надеюсь, что в Русском добровольческом корпусе сами разберутся, кто здесь по идейным соображениям, кто приехал на сафари. Тут на самом деле интересно, что действительно такие люди есть, которые соглашаются переходить на сторону Украины, но я тоже надеюсь, что в РДК их очень хорошо проверяют. Но в этом контексте о том, что война Путина совсем идет не по его плану, хочу еще вспомнить передачу Украине «Ракет-атакамс». Путин, выступая в Пекине, сказал, что «ну и что?» Говорит, что «это ничего не изменит, но заберите «атакамсы» назад». Есть ли у него уже понимание, что действительно его война идет совсем не по плану и что он обречен на проигрыш? Дело в том, что он не собирается заканчивать войну и не собирается проигрывать. То есть он понимает, он знает, что как только война закончится, его больше не будет, его сметут, его дни на этом сочтены, поэтому он не будет заканчивать войну тем или иным способом. Он будет менять цели войны, он будет менять какие-то направления ударов, он будет грозить Польше и Сувалковскому коридору, он будет прищуриваться на Молдову или Северный Казахстан, но воевать он не закончит, потому что сейчас на штыках стоит его трон. Продолжение следует...